Всем приветик! С вами канал Белана Бульф. И так как скоро начнется школа, мы все раз с мамой съездили в один из самых больших канцелярских магазинов в нашем городе и купили мне там форму на пятый класс, рюкзак, пенал, в общем, все канцелярские принадлежности. Но об этом я расскажу не в этом видео. Сегодня мне бы хотелось рассказать об одном бренде, который приглянулся мне еще давно. Создатель этого бренда семейная пара Лусио и Мира. Бренд был основан в 1983 году. У них была своя маленькая студия, где они продавали различные канцелярские товары, открытки, подарки. А в 2008 году они начали сотрудничать с шотландской художницей, которые... они вместе с этой художницей ввели еще один бренд, который... ну, он так и назывался Сантора Лондон. Они ввели новую линейку этого бренда, девочку, которую зовут Годжус. Вот как раз сейчас я хочу вам показать несколько моих новых аксессуаров из этого бренда. Первый аксессуар это чехол для телефона. Вот такой очень... тут нарисована сама девочка Годжус. У нее есть два хвостика черненьких. И на коленках у нее сидит очень милый котик. Мне показалось, что это самый, наверное, милый такой чехол. Поэтому я его купила. Через Годжус шотландская художница Сьюзан хотела передать свои эмоции. Поэтому на каждом арте Годжус как будто оживает. Это мне очень понравилось. Еще один чехол для телефона. Такой мягенький. Тоже с Годжус, только тут у нее уже подлиннее волосы. Она с закрытыми глазками и в наушниках. Так, дальше. Потом вот такая зеленая железная баночка. Ну, я даже пока что еще не знаю, для чего эта баночка мне. Ну, думаю, что я там буду хранить какие-нибудь маленькие вещички или конфетки. Баночка зеленая, с очень красивыми узорами. И на крышечке в полный рост сама Годжус с ушками лисички. Очень миленькая. Внутри такой жар, только уже не в полный рост. С обратной стороны написано имя Годжус. Следующий аксессуар, который мне приглянулся, это брелок-подушечка. На подушечке Годжус уже с коричневыми волосами, в шапочке полосатенькой. А сзади она в полный рост. И мы видим, что Годжус стоит с очень миленькими лисятами. Вот. Этот брелочек, подушку я буду использовать не только как брелок для ключей, но и думаю, что подушку для монстряшек. С монстряшками было бы очень мило пофотографировать эту подушечку. В конце видео вы сможете увидеть несколько фотографий с колодишей и с этой подушечкой. И еще одна просто замечательная штучка, которая мне тоже приглянулась. Это вот такая офигительная табличка, тоже с Годжус. Табличка очень красивая, вот такая таинственная цепочка черная, которая придает загадочность этой табличке. Ну, понравилась эта табличка мне не только из-за того, что она такая стильная, загадочная. Еще есть и вторая причина. Недавно, этим летом, я прочитала книгу «Маленький принц» французского писателя Антуан де Сент-Экзипери. И до сих пор под впечатлением этой книги, и так вот, как увидела в магазине эту табличку, сразу подумала, все, это же «Маленький принц». Только уже не принц, а маленькая принцесса Годжус. Наверное, все вы знаете знаменитый арт «Маленького принца», там, где он стоит на своей маленькой планете, где цветет всего лишь одна роза. И так вот, эта табличка обязана висеть на моей стене. Тем более, мне кажется, что Годжус чем-то напоминает меня. Ну вот, я рассказала вам о своей новой любви к старому бренду. Кстати, хотела сказать, что еще в этом магазине была кукла Годжус. Она такая красивая, но она была плюшевой, настоящими прошитыми, шелковистыми волосами, как у монстряшек. Она такая красивая. Я думаю, что когда-нибудь мы с мамой ее купим. Ну а если Годжус выйдет в маленьком экземпляре, такие вот, как монстряшки, то мы с мамой будем ее без сомнения покупать, потому что Годжус полюбилась даже и нам с мамой, и не только миллионам сердцам. Поэтому думаю, вам тоже, что она полюбилась. Ну, а на этом все. Спасибо, что остаетесь со мной. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok